Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова, рада всех приветствовать в первый день весны. Солнце наконец-то сияет, настроение улучшается еще больше и больше, а мы продолжаем знакомить наших радиослушателей с экспертами, талантами рынка хорика. И сегодня со мной на связи два специалиста, очень компетентных человека, которые работают в компании «Витрум». Дмитрий Домрачев, ведущий специалист по технологическому оборудованию для предприятий общественного питания, Дмитрий Демьяненко, руководитель департамента хорика. Поговорим сегодня о том, как же они запланили ресторанный рынок, как вот этими, можно сказать, четырьмя руками строятся самые красивые проекты. Ну и, конечно же, обсудим самые яркие примеры того, что они сделали. Добрый вечер, Дмитрий и Дмитрий. Добрый вечер, Валерия. И добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Да, ну вот, отлично. Приседяюсь. Да, настроение, смотрю, тоже хорошее, да, несмотря на все ограничения. Улыбаетесь, светитесь. Настроение всегда хорошее, на самом деле, мы, наш коллектив относится к таким ярым сторонникам позитивного мышления, да, потому что так проще преодолевать все трудности. Супер. Ну, это такое, как кредо компании, да? Да, можно сказать. И так. Ну, отлично. Этого не хватает, на самом деле, сейчас в условиях пандемии, хотя все последние мои гости на открытой кухне вот прям светятся, улыбаются, дарят позитив. Хочется прям заряжаться этими эмоциями. Ну что, давайте тогда перейдем, собственно, к теме нашего эфира. Я хотела бы, чтобы из первых уст вы рассказали о компании Vitrum, да, собственно, история создания концепта, в чем ценности, да, этого предприятия, чем занимается Vitrum и сколько лет. Да, ну, давайте, наверное, я тогда начну, да, про историю. Компания была основана в 1993 году, то есть в этом году компании будет уже 28 лет. И это было основано как семейное предприятие, начало своей деятельности, начало своей деятельности, которая занималась производством торговых прилавков. Буквально, в прямом смысле, владелец компании и его отец своими руками собирали эти прилавки в маленьком гараже, да, и продавали их разным клиентам, скажем так, тем, которые занимаются торговлей, да. Будь то лавка какая-то, помните, были времена, когда спортивный манеж, да, торговали всем, потом дворец спорта, да, то есть, по сути, вот с этого начинали, да. То есть, обычно витрин классический, классический. Да, да, это простой прилавок, он мог быть там со стеклом, без стекла, сделанный из ДСП и закрепленный с помощью алюминиевого профиля, да. Причем на тот момент уже тогда поставляли на экспорт, да, тогда поставляли в Россию в очень большом количестве, да. И, по сути, вот это был тот, так сказать, первоначальный продукт, да, с чего вообще Витрум начинал. Потом постепенно началось уже движение кооперативов, то есть, помните, такая сеть была, Интерпегра. Да, 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 да. Да, вот, начали открываться первые супермаркеты, да. Да, да, естественно, возникли вопросы, а где покупать торговое оборудование? Мы пришли туда со своим предложением и стали предлагать свои прилавки, в том числе стеллажные системы. То есть, это то, на что выкладывается товар, полки, да, скажем так. Появились там первые Дрогосы, первые там РД Электроник, Селкоры, да, то есть товар этот был действительно очень востребован, потому что это все было в новинку, да, и он был нужен всем, кто собирался чем-то торговать, да. И, следовательно, естественно, уже там мощности, и там этого маленького гаража уже не хватало, да, и пришлось переехать в более просторные помещения и уже, скажем так, открыть дополнительно механический цех, в котором мы уже работали по металлу, изготавливали те же самые полки из металла. Потом мебельный цех, в котором делали эту же корпусную мебель, прилавки из ДСП, да, и так далее. Потихоньку, 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 в итоге, значит, мы выросли на сегодняшний день до 15 тысяч квадратных метров. Это общая площадь производства. Да, и на самом деле, опять-таки, я не с самого начала в этой компании, я присоединился в 2001 году, да, как раз в момент, когда мы организовывали отдел торговли именно профессиональным оборудованием, профессиональным куферным оборудованием, да. И вначале я пришел как просто, как менеджер, как продавец торгового оборудования, но постепенно я перешел в отдел профессионального оборудования и по сей день этим занимаюсь. Следовательно, естественно, количество клиентов расширялось, да, те же супермаркеты, которые сначала просто открывали как магазин товара, естественно, потом они дополнительно начали открывать отделы, кондитерские отделы, кулинарные отделы, куда необходимость была поставлять профессиональное оборудование, да. И, следовательно, после этого некоторые из сетей начали добавлять кафе при магазине, да. И, следовательно, исходя из этого продажи профессионального куферного оборудования росли, да. Возникла проблема, опять-таки, или просто его покупать у каких-то, скажем так, партнеров там в Европе, да, или создать что-то самим. И принято было решение начать производить самим оборудование, да, в том числе все вот то, что вы видите, зайдя на профессиональную кухню, оборудование из нержавеющей стали. Это столы, полки, мойки, да, разные аксессуары. Плюс мы начали производить электротехнику, электроплиты, электросковороды, холодильное оборудование, холодильники, да, профессиональные стали производить. И на сегодняшний день, действительно, мы являемся единственными в Латвии, да, кто это производит, да. Следовательно, вот сегодня 21 век, да, извиняюсь, 21 год. 21 год, да. В компании в целом насчитывается порядка 150 сотрудников. Компания – это даже, можно так назвать, целый такой холдинг, да, потому что она имеет много разных направлений, как я уже упомянул. Профессиональное кухонное оборудование, торговое оборудование, все, что связано с оснащением супермаркетов. Индустриальный холод – это большие камеры для хранения продуктов, плюсовые, минусовые. Своя сервисная служба, отдельно отдел по мебели, в том числе и мягкой мебели, да, мы недавно тоже освоили производство мягкой мебели, профессиональной, именно для, также для предприятий общепита и для офисов, для разных общественных учреждений, да. К этому добавилась еще автоматическая линия порошковой покраски, потому что сделать из металла полку можно, но ее нужно покрасить в тот цвет, который хочет клиент, да, и, следовательно, естественно, чтобы не отдавать это на аутсорс, да, принято было решение делать все здесь, на месте, да. Таким образом, да, вот, скажем так, дошли по латвийским меркам до достаточно большой компании, да, и, естественно, мы не остановились только на внутреннем рынке, да, потому что продукт был востребован также и на востоке, и на западе. Мы очень много экспортировали и экспортируем на восток, в Россию, в Казахстан, Кыргызстан, а также очень плотно работаем со скандинавскими рынками, это Швеция, Норвегия, Дания и Германия тоже, да, можем тоже причислить к таким большим рынкам, куда мы поставляем достаточно много оборудования. То есть от полок челночных, если можно так грубо выразиться, переросли в международный холдинг, да, который действительно предлагает множество направлений, да, и реализацию любой сложности проекта. Чувствуете ли вы себя своего рода монополистами, если честно? Нет, конечно, нет, абсолютно нет, мы однозначно не монополисты, потому что, да, если мы говорим о том, есть ли вторая такая компания, у которой есть настолько широкий спектр предложений, да, наверное, да, мы единственные в Латвии, да, но если, понимаете же, конкуренция, она всегда присутствует, да, и… Она помогает расти, да. Да, да, совершенно верно, и это хорошо, что она есть, потому что она помогает действительно развиваться, становиться лучше, и, следовательно, есть много компаний, которые конкурируют в разных отраслях, тоже торговое оборудование или там пухотное оборудование, да, извиняюсь, забыл, не упомянул, мы еще производим окна, да, из алюминиевого и пластикового профилей. Скоро будет легче сказать, что мы не производим. Пока что клиентов и директоров ресторанов не штампуем. Так можно было бы сразу пакетом и вживлять, да, в ресторан. Ну, хорошо, про масштабы и выбор я поняла, но как, в какой момент вы почувствовали, что вы стали топ-1 на рынке хорика? Может быть, вот второй наш Дмитрий тоже как-то прокомментирует. Я, можно сказать, присоединился к этой компании 7 лет назад и являюсь представителем какого-то нового влияния. И как мы стали самой востребованной компанией, ну, наверное, это все исходит из нашего опыта. То есть мы не только предлагаем кухонное оборудование, только проектируем рестораны, но мы и сами являемся посетителями этих ресторанов. Мы ежегодно, каждый раз в два года посещаем, например, самую крупную выставку кухонного оборудования. То есть мы смотрим на это не только как на хорошее техническое профессиональное оборудование, но мы смотрим еще со стороны посетителя, так как я и мой коллега Дмитрий, мы также являемся потребителями ресторанов, выходим в эти места, смотрим. И посещая выставки, мы также обращаем внимание и смотрим именно то, что нам бы хотелось увидеть в том или ином ресторане, что нам бы именно понравилось. И, возможно, мы своим клиентам можем предложить не только техническое оснащение, но и какие-то новые идеи. мы немножко, как сказать, в этой теме, что касается и барного оборудования, что касается и кухонного оборудования. То есть не просто продать или сделать кухню, но и приложить какие-то новые тенденции, чтобы оборудование именно было для клиентов. Скажите, я знаю еще такой момент, что помимо чего-то, что мы можем потрогать физически, вас также ценят за суперсервис, за суперкоммуникацию с заказчиком. Как вы добились этого? Потому что если технику мы можем подкрутить, починить, то с человеческим фактором и с human resources гораздо тяжелее. Как вы это отточили за столько времени? Ну, это очень приятно, во-первых, то, что… Ну, интересно, я вот готовлюсь к интервью от одного своего клиента, услышала. Это очень приятно. Ну, на самом деле, это именно то, что я говорил выше до этого. Мы пытаемся быть не только продавцами, не только предлагать оборудование, но мы пытаемся есть сами потребители ресторанов. То есть мы смотрим, интересуемся новыми тенденциями. То есть что касается баров, мы предлагаем какие-то барные решения, какие-то хорошие ледогенераторы. Что касается кухни, мы всегда смотрим что-то новое, ну, что я говорил выше. Да, на своем живом примере, да. Да-да, Дмитрий. Не-не, я могу просто добавить. На самом деле, видите, тут как в любом бизнесе, наверное, ну, понятно, все уходит в цифру, все уходит в онлайн, да, но все равно отношения никто не отменял, да. И по сути, ну, как это звучит, вульгарно или нет, мы продаем отношения, да. Потому что мы действительно, ну, купил, продал, забыл, это не про нас, да. И, как Дмитрий сказал ранее, что действительно, да, мы посещаем своих клиентов, и видите, как клиенты критикуют нас за что-то, да. Но когда заканчивается проект и наступает новая фаза, когда открывается новый ресторан, мы приходим к клиенту и тоже уже смотрим со стороны, как потребителя, да. И мы, естественно, ну, как бы, это такой тандем на самом деле, да. То есть они, если у нас что-то не так, они нам говорят, на это указывают, но мы тоже, да, потому что мы действительно болеем за то, чтобы проект тот, который сделан, который запущен, чтобы он действительно был долгосрочным и успешным, да. Это очень важно, да. Сколько на счету у вас сейчас ресторанных проектов? Ну, так хотя бы плюс-минус, понимая, что мы все пересчитывать не будем, но... Вы имеете в виду, которые в процессе становления или... Да, которые выполнены. А, выполнены? Ой, честно, не считали, но мне так кажется... Ну, плюс-минус. Опять-таки, это будет, наверное, может, не скромно сказано, но, наверное, большая часть того, что за последние три года открывалось в нашем городе, и я, и мой коллега Дмитрий приложил к этому руку, да. А можете вспомнить какой-то самый сложный проект за последние, может быть, вот два года, если до даже пандемии чуть-чуть охватим? Смотрите, ну, сложный опять-таки, видите, в каком смысле сложный, да? Вот была задумка, а реализация – это совершенно другое, это темный лес, да, и, возможно, которые, ну, там, долго что-то менялось, приходили к общему знаменателю, говорили, да, красиво, но функционально не получится, ну, то есть, может быть, какие-то такие вот, ну, что в итоге выстрелило, и вы довольны своей работой на данный момент, ну, и клиент, соответственно, тоже. Здесь, может быть, я могу прокомментировать, что, ну, вот последний, такой достаточно сложный проект, но очень интересный и уникальный для Латвии – это всем известный гастрорынок, к сожалению, который закрылся. Да, да. Да, но этот проект, который что-то какого-нибудь бывало для нашей страны, уникальный, интересный. Сложность в том, что достаточно короткое время было на его воплощение, ну, и вторая сложность – то, что мы никогда этого здесь не делаем. То есть, нам приходилось посещать какие-то другие страны, Россию, Германию, Голландию, например, чтобы посмотреть, как это все работает. То есть, посетить, смотреть, пробовать, переезжать. Посетить, смотреть, пробовать, переезжать. Плюс, так как это был центральный рынок, там достаточно много технических вопросов, технических нюансов, подвалы, сколько может, какая нагрузка на пол может, можно ставить. То есть, все нужно было рассчитать. Также со стороны заказчика было много идей, которые время от времени менялись, которые нужно было исполнять в какую-то реальность. Это было сложно, но это было очень интересно. Это, на самом деле, большой опыт, который наверняка нам всем пригодится. И надеемся, что такие проекты будут возвращаться. Да, хотелось бы, потому что по всему миру стритфуд-маркеты настолько привлекают внимание. и взять ту же Москву, там не хватит пальцев, чтобы пересчитать. По-моему, Максим Попов, владелец стрит, говорил, что это около 60 проектов уже, да, в текущий момент в Москве. И, конечно, хотелось бы, чтобы в Латвии по выходу из пандемии мы тоже видели, ну, с вашей помощью могли ходить на такие мероприятия, в такие места. Окей, со сложным разобрались. А если мы говорим про что-то безумно красивое и ювелирное, чем вы гордитесь, вот прям проходите мимо и так вот на душе, хорошо. Конечно, я верю, что вы к каждому проекту так относитесь, но, может быть, у вас у каждого есть какой-то фаворит, которому вы безумно гордитесь. Есть, конечно, они появляются каждый год, да, и если мы говорим, ну, давайте про 20-й, 21-й он еще только-только как бы начался, но на самом деле наверное слышали, что Винсент сделал реконструкцию в ресторане, да, в которой мы тоже участвовали, да, и которая для большинства еще, к сожалению, это является загадкой, потому что туда не попасть работают все только на доставку, да, по моему мнению, получилось очень красиво, очень солито, и в ноябре все уже было готово, но, к сожалению, в экскурсии, да, что случилось, да, поэтому ждем, ждем, так сказать, отмены этих норм, чтобы уже наконец-то мы смогли опять дышать полной грудью, да, и посещать свои любимые заведения, да, Дмитрий, у Дмитрия тоже есть свои любимые проекты, тоже, я думаю, расскажут сейчас про них. Ну, если говорить о том, что красивые проекты, то, наверное, насколько они красивые, это все же, если это смотрит посетитель, гость ресторана, то, в первую очередь, он, наверное, обращает внимание на дизайн, то это, скорее всего, не наша заслуга, это, скорее всего, заслуга дизайнеров. Мы смотрим понятно, мы также смотрим на то, как выглядит ресторан, для нас это очень важно. А если смотреть на точку зрения, как успешной и красивой кухни, то, да, таких проектов много, не хотелось бы, наверное, кого-то забыть или кого-то так упоминать, мы все же работаем и зарабатываем деньги на новых проектах и стараемся не взывать так же старые, но если говорить о новых проектах, то и хорошие, которые нам, например, запомнились, которыми мы можем гордиться, например, та же пиация Итальяна, то есть красиво, хорошее оборудование от одного поставщика, заходишь на кухню и приятно. Со всеми, да, мы закончили работу с таким, с такой новой гостиниц, как А22, и у них будет ресторан «Жон», надеемся, что в скором времени не откроются, то там очень красивая кухня, то есть от одного бренда и визуально очень красивая, приятная, приятная, открытая кухня и надею, в скором времени все наши практики. А где будут находиться, Дмитрий, прямо за Итальяна? Аустика 22, наверное, все приезжали, приезжали, мимо Аустика до этого двухэтажного здания с золотыми окнами. Да. Да, и там будет очень красивая кухня, которой также можно гордиться. Наверное, очень красивая кухня была, есть в ресторане «Фэйсис». Ну да, это такие уже старички, да, на нашем рынке. Да, то есть всех, наверное, нельзя назвать, но каждой кухней мы гордимся, но есть некоторые, которые, они особо красивые и близкие для нас. Ну, лично мой, наверное, фаворит – это та самая витрина, которую мне довелось увидеть в Малборе, да? Да. Просто потрясающе красиво, это что-то такое новое, кто не был еще там, нужно смело идти и смотреть на это произведение искусства, на этом, может быть, это третье. Помимо витрина, там очень красивая печь. И это, наверное, о том, о чем я говорил ранее, мы пытаемся, мы всегда ездим на выставки, всегда смотрим что-то новое, какие-то новые тенденции, что-то красивое, что бы мы хотели увидеть здесь в Риге. и коммуникации с клиентом мы всегда пытаемся им здесь продавать, предлагать, извиняюсь, какие-то новые решения, которые могут понравиться и нам, соответственно, и гостям заведения. хорошо, мы про красоту поговорили, но есть еще такой момент, как функциональность, как запахи, правильно сделанная вытяжка, тем более, что сейчас действительно тренд на открытой кухне продолжается. Вот можете ли вы дать какие-то советы свои профессиональные на тему того, как сочетать правильно красоту с функциональностью? Может быть, у вас есть какие-то свои стандарты, от которых вы отталкиваетесь, аргументируя свое мнение на этот счет? Да, ну смотри, видите, вы сказали насчет открытых кухон, да, действительно, это такой тренд, это всем нравится, это действительно, когда ты присутствуешь, когда ты являешься клиентом ресторана, ты видишь, как работает кухня и появляются такие более доверительные отношения, да, потому что все происходит при тебе, да, конечно, конечно, это классно, да, но действительно, если ресторатор собирается открывать такого рода заведение, естественно, номер один, на что обязательно надо обратить внимание, это вентиляция, да, есть в городе хорошие рестораны, да, но, к сожалению, в которые не хочется второй раз возвращаться, просто потому, что, да, открытая кухня красивая, но не работает должным образом вентиляция, да, и это, я думаю, для многих это очень важно, да, как посетителей, у вас все-таки посещение ресторана, это связано с позитивными эмоциями, да, позитивными воспоминаниями, поэтому, конечно, вот именно с вентиляцией тут действительно нужно очень серьезно отнестись. Касательно оборудования, тоже, смотрите, видите, сейчас мы все прекрасно понимаем, что происходит на рынке, да, какая ситуация с кадрами, какая экономическая ситуация, да, поэтому, на мой взгляд, сейчас, как никогда, нужно вкладываться в технологии, да, их предостаточно, да, то есть, и наше производство, и европейское производство, да, позволяет с помощью технологий заменить на кухне, скажем так, одного-двух сотрудников и сэкономить на зарплатном фонде, да, только, если будет правильно подобрано оборудование, да, если правильно будет спроектирована вся кухонная логистика, да, то есть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, в итоге, в год это выливается в четырехзначные цифры, да, может, даже и в пятизначные, да, в зависимости от заведения, то, что вы сможете сэкономить, да, поэтому, конечно, вентиляция, оборудование, ну и правильное проектирование, да, то есть, вот у нас, да, 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 я хочу заметить, мы и занимаемся проектированием, мне кажется, мы об этом еще не говорили, да, допустили, да, да, мы занимаемся, да, чтобы точно всем было ясно, что вы мастера на все руки, ну, вот у нас был тут по плану вопрос, к чему приводят чип-сервисы, но вот я думаю, что Дмитрий Демьяненко рассказал, да, только что, почему и как, что будет точнее, да, что скупой платят дважды, захочешь экономить на технике, придется поставить еще больше стафа, чтобы это, ну, как-то, да, работа все-таки происходила, но тут оказывается, если вложиться один раз в качественную технику, да, то меньше потом и кадровых ресурсов потребуется. Может быть, я еще со своей стороны добавлю, но, например, если вы покупаете или ресторатор покупает какое-то было оборудование, сейчас достаточно актуально в это время, то чаще всего, что это изначально окажется, что это дешевле, да, но с другой стороны, например, холодильник стоит тысяча евро, был холодильник стоит пятьсот евро, но сколько нужно ресторатору потратить все время, чтобы найти его, чтобы съездить, посмотреть, привезти, занести в свой ресторан, то есть один человек не может сделать, потом его проверить, и что мы получаем? В течение года как минимум мастер приедет один или два раза, и через год получается тот же холодильник, но по цене нового, но уже старый, поэтому экономить как бы на этом достаточно, наверное, дорого для самого себя. В итоге получается? Да. Да, в итоге. Ну да, может, я еще могу пару примеров добавить, вот, ну, все мы видим, опять-таки, что происходит на рынке с точки зрения трендов, да, сейчас действительно время фастфуда, посмотрите, Макдональдс очереди, Хессбургер очереди, к нам заходит сетка КФС, к нам заходит Бургер Кинг, да, скоро в этом году планируют, ну, в Литве сначала три точки, у нас, по-моему, две, один, ну, скажем так, один из крупнейших мировых игроков в сфере приготовления пиццы, да, названия не буду говорить, но, но они уже, они уже идут сюда, да, и они заранее уже, так сказать, заготавливают себе технологическую такую базу, да, на которой они будут, будет центральная кухня, на которую они будут готовить основные заготовки, а потом уже распределять по всей прибалтике, да, так вот, они вкладывают в эту кухню, да, сумасшедшие деньги, да, потому что они понимают, что любой, скажем так, проект ресторана, это же, скажем так, это не, 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 это не только производство, да, которое должно работать, и они, все, вот, кого я перечислил, игроки в сфере фастфуда, они не могут себе позволить, там, ни минуты простоя, да, да, поэтому они вкладывают в технологию, у них самые современные грили, там, самые современные, там, плиты, самые современные печи, да, все заточено на скорость, да, поэтому это важно понимать, чем быстрее оборудование, тем быстрее вы отбиваете свои вложения, да, и никто из них не использует бэушное оборудование, никто, да, и они все успешны, ну, поэтому, я думаю, просто нужно задуматься, да, посмотреть вокруг, что происходит, да, и сделать выводы, собственно говоря. С реальными советами у нас такой эфир, я больше всего это ценю, когда, ну, действительно профессионалы своего дела, не то, что не стесняются, да, а с удовольствием делиться какими-то советами для тех же рестораторов, для тех, кто, у нас же все время кто-то хочет что-то открыть, но побольше бы слушали таких специалистов, как вы, я думаю, что меньше было бы закрытий через полгода. Коллеги, у нас остается буквально три с половиной минутки, да, до окончания эфира, может быть, вы каждый со своей стороны сможете выделить какие-то специальные предложения, или то, как вы видите выход из кризиса для ресторанного рынка, возможно, тоже какой-то совет, вот так вот напоследок. Ну, смотрите, что мы можем предложить от себя, да, еще раз повторюсь, так как мы упомянули, вопрос проектирования крайне важен, да, когда мы приступаем к проектированию нового проекта, да, следовательно, естественно, сейчас нужно проектировать, чтобы была максимальная эффективность, да, максимальная, поэтому мы от себя можем сделать такое предложение, допустим, первым трем, кто позвонит после передачи, предложить бесплатное проектирование ресторана или кафе. Вот это заимствование. Щедро. Да. Номер укажете, да, или, да, окей, хорошо. Какое можем предложение сделать, да? Супер, так, и Дмитрий Добрачев, что добавите, у нас буквально две минуты. Я как бы желаю всем нам не болеть, чтобы наконец-то это все закончилось, чтобы было солнце, чтобы наконец-то нам разрешили работать, разрешили работать с всем рестораторам. Они это очень ждут, потому что это захватывает не только ресторатов, это захватывает всех поваров, обслуживающих персонала, весь хорок, сектор, поставщиков. И я надеюсь, что осталось пару недель, когда нам будет наконец-то тепло, и наконец-то мы сможем наслаждаться посещением ресторанов и хорошей компанией, общением. Супер, супер. Ну, я еще раз, да, представлю своих участников, да, так, коллеги из компании Vitrum. Дмитрий Домрачев, да, ведущий специалист по технологическому оборудованию для предприятия общественного питания, Дмитрий Демьяненко, руководитель департамента Хорика. Я, Валерия Иванова, благодарю вас за эфир, обязательно поставлю ваш телефон под видео. И, ну, да, будем надеяться, что эта весна как-то все-таки поменяет и настроение, и ситуацию в целом. Вот, желаю всем прекрасной недели, открытой кухни, до следующей встречи в понедельник. Спасибо.